Доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости моего канала. Магия успеха, второе самопознание. С вами Наталья. Сегодня предлагаю второй прогноз на ближайшую неделю. Будет три варианта. Настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Выбирайте одну из трёх карт, которые будут лежать на столе. Это подсказка от высших сил на ближайшую неделю. Располагайтесь поудобнее. Давайте с вами будем смотреть. Подсказка на ближайшую неделю для первого варианта. Подсказка на ближайшую неделю для второго варианта. И подсказка на ближайшую неделю для первого варианта. Выбирайте, пожалуйста. И давайте будем с вами начинать. Как обычно, с первого варианта. Так, подсказку пока сюда. Итак, приветствую всех тех, кто выбрал первый вариант. Давайте с вами посмотрим, что же вас будет ожидать по дням недели на ближайшую неделю. Что вас ожидать будет в понедельник, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Итак, смотрим, что вас ожидает в понедельник. Однозначно, здесь много будет коммуникации в социуме, общения, движения. Энергии будет предостаточно для того, чтобы вы прям почувствовали какой-то вихрь в своем пространстве. И вас будет словно как бы двигать для свершения каких-либо ваших проектов, вообще рабочей деятельности, отношений. Здесь тоже прям активность, она очень яркая. Пользуйтесь этим моментом. Что вас ожидает во вторник? Здесь вы почувствуете свое преимущество, возможно, в чем-то вам удастся, давайте так скажем, быть гармоничной и не заваливаться, либо, наоборот, в какое-то апатичное состояние, либо же уходить в энергии агрессии. Вот здесь вот постарайтесь, конечно, прям регулировать себя, регулировать, это такое слово сказала. Ну, по крайней мере, постарайтесь себя наладить на гармоничное состояние. Для девочек здесь прям вообще будет очень четко проявляться ваша женская сила. Пользуйтесь ею, но все равно постарайтесь не перегибать палку. Что вас ожидает в среду? Верховная жрица. В среду у вас хорошо может раскрыться ваша интуиция, прислушивайтесь к ней обязательно, к вашей интуиции, она может вам, как говорится, сослужить очень хорошую службу. Ну, то есть, если будет стоять выбор, в чем бы то ни было, прислушайтесь к своему внутреннему состоянию и уже тогда действуйте. Что вас ожидает в четверг? Здесь много эмоций будет у вас, эмоции хорошие. Опять здесь коммуникация, движение, общение, и это все с любовью, это все с проявлением даже какого-то творческого своего порыва. Также в четверг для некоторых будет актуально общение с каким-то человеком, который будет очень доброжелательно настроен в вашу сторону. Это может быть ваш любимый человек в целом, либо тот человек, который к вам хорошо относится. Что вас ожидает в пятницу? Вот у вас что во вторник, что в пятницу, прямо такие дни мощные, идут старшие арканы. Здесь в среду, кстати, тоже старший аркан. Вот эта неделя для вас, знаете, будет как вдохновляющая, словно. Но постарайтесь, как вам, как говорится, да, с понедельника дать положительное в пространство, чтобы в пятницу уже взять тоже для себя что-то хорошее. Помните, что мир – это зеркало. Что мы излучаем, то мы и получаем. То есть здесь в пятницу у вас может быть такой вот бонусный откат, что ли, да? Но бонусы вы получите от высших сил. Почему бонусы, говорю? Потому что здесь, в принципе, рядом все положительные арканы ложатся. То есть это что-то хорошее, это что-то положительное. В пятницу вы прям ощутите. Я этого достойна, я это заслужила. Или заслужил, да? Что вас ожидает в субботу? А вот в субботу почему-то такое ощущение. У вас будет конфликт. Но конфликт какой? Внутренний, возможно, конфликт. Смотрите, опять-таки, пересекается, да, с Верховной Жрицей. Не торопитесь делать выводы. Не торопитесь что-то говорить. Вот здесь подсказка идет для вас, да? Не торопитесь в субботу высказывать какое-то свое мнение, потому что оно может повлечь за собой неприятности. Просто знайте об этом. Карты показывают, но мы всегда можем изменить вектор направления. Карты темы хороши, карты таро хороши тем. И вообще в целом, даже на игральных картах тоже делают расклады. Они хороши именно тем, что мы можем изменить сценарий, поток наших собственных действий. Вот это очень важно. Что вас ожидает в воскресенье? Если вы пойдете по такому настойчивому пути, где вы будете отстаивать свою какую-то правоту, доказывать что-то, да, самой себе, возможно, пытаться что-то доказывать, то, к сожалению, вы до того будете истощаться, и вам реально ничего не захочется делать. Будьте, кстати, очень аккуратны, потому что еще в воскресенье, если поступает предложение, давайте мы с вами вложим деньги куда-то туда-то, кстати, очень опасайтесь сообщений, которые могут приходить на электронную почту, либо в целом смс-сообщения, где, допустим, вас просят оплатить какие-то там налоги, либо что-то подобное. Девочки, почему говорю? Потому что я с этим столкнулась, да, но хорошо, я чуть-чуть бедительна в этом отношении, я сразу созвонилась с налоговой инспекцией, и мне сказали, что мы вам ничего не направляли, ну, потому что я знаю, что у меня нет долгов, поэтому, ну, тут такая ситуация, мне говорят, заплатите у вас долги, да, штрафные санкции, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, будьте бдительны, мошенники могут с вас выкачать деньги, поэтому тут говорю уже то, что как бы на моём примере, да. И что вообще подсказка для вас, смотрите, подсказка очень, кстати, замечательная, эта неделя, эта неделя, она для вас очень важная, как вы начнёте простраивать свою жизнь, смотрите, ну, условно, чистый холст, то, что вы будете наносить сюда, то, что вы будете рисовать, свои мысли, свои события, так, когда в дальнейшем будет складываться ваша судьба, да, поэтому здесь всё в ваших руках, понимаете, абсолютно всё в ваших руках, поэтому применяйте свой творческий потенциал, свою активность, энергию, всё то, что у вас заложено, как говорится, природой, и постарайтесь, чтобы вам было только всё во благо, всё то, что вы хотите для себя. Да, благодарю первый вариант, и давайте переходим теперь ко второму. Подсказку в сторонку отодвинем, сейчас перетасую колоду. И приветствую всех тех, кто выбрал второй вариант. Давайте смотреть с вами, что же вас будет ожидать по дням на следующей неделе. Что же вас будет ожидать? Итак, что вас будет ожидать в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и, конечно же, в воскресенье. Итак, что вас ожидает в понедельник? Так, примените, пожалуйста, в понедельник всю свою смекалку, всю свою сноровку, стратегический склад такой размышления, и тогда это вам поспособствует проявиться в пространстве более с выгодной позиции, с более с выгодной стороны. Но, пожалуйста, постарайтесь быть честной перед собой, перед другими людьми. Не старайтесь кого-то обмануть и не позволяйте, чтобы обманывали вас. Вот такая вот тоже подсказка своего рода, да? Что вас ожидает во вторник? Здесь у вас могут быть качели. В каком плане? Может быть, настроение, допустим, утром встали, настроение прекрасное, в обед оно начинает уже чуть-чуть снижаться, спад. К вечеру опять хорошее, как говорится, как ложиться отдыхать, у меня уже опять идёт спад. То есть, вот какие-то, знаете, такие подъёмы, перегибы энергетических ваших внутренних всплесков. В принципе, здесь ничего такого нет, критичного, абсолютно ничего такого нет, но всё-таки постарайтесь как-то быть более гармоничным. Также во вторник может вам открыться дорога куда-то, но всё-таки вот эта дорога, рядом ложится семёрка мечей, будьте, пожалуйста, аккуратны, бдительны, может быть, вам вообще не надо туда ехать, да? Просто эти арканы рядом ложатся, постарайтесь не идти на уловки кого бы то ни было, да? Если вы, допустим, к примеру, сами собираетесь куда ехать, чётко для себя понимаете, а действительно ли вам нужна эта поездка, не обманываете ли вы себя, может быть, вам вообще туда не надо двигаться. Либо выбор какой-то необходимо сделать, то есть очень чётко для себя проанализируйте, нужно вам это или нет. Что вас ожидает в среду? В среду, может быть, вы чуть-чуть недоспите биологические часы. Ну, как правило, мужчине нужно, господи, семь часов, а женщине восемь часов для того, чтобы быть прям бодрым, да, в течение дня. Вот здесь вот вы можете немножко как бы не выспаться. Ещё такой момент, постарайтесь не нагнетать обстановку, не делайте из мухи слона, не накручивайте себя, не навинчивайте, постарайтесь смотреть на вещи более реалистично. Что вас ожидает в четверг? Здесь, в принципе, у вас всё хорошо. Семья, идиллия, благополучие, эмоции. Будет прям масса положительных эмоций. Вас что-то порадует однозначно в четверг. Что вас ожидает в пятницу? В пятницу, либо вы будете погружены в рабочие процессы, прям, как говорится, с головой. Но опять, с головой вы можете погружаться, но это не на постоянной такой основе. Хотя вы захотите вот какую-то пятницу для себя стабильность, но всё равно у вас будут какие-то вот эти вот отвлечения, словно, да, вас будут отвлекать от ваших дел. Просто включайте Королеву Пентакли. Если я сказала, допустим, что я сейчас в течение часа буду, ну, к примеру, делать отчёт, то я реально в течение часа буду делать отчёт, и больше ни на что, на другое я отвлекаться не буду. Просто дайте себе слово. И тогда этот день у вас будет максимально продуктивным и положительным для вас в дальнейшем, да. И плюс ещё здесь идёт финансовый аспект. Возможно, кто-то получит в пятницу деньги. А, вот, ещё и в субботу, да, тоже какие-то возможности, шансы для вас открываются. Смотрите, если первая половина недели у вас немножко такая напряжённая, будем говорить, да, но, так как я уже ранее озвучила, если вы постараетесь избежать вот этой напряжённости и не делать из мухи слона, а более рационально подходить к вашим процессам жизненным, то, скорее всего, вот эта вторая половина недели, она будет для вас очень благоприятной. И что вас ожидает в воскресенье? В воскресенье. Здесь будет, вот, кстати, у первого варианта тоже выходила аркан справедливости. Здесь что-то вы получите, бонус какой-то, да, либо вообще вам, знаете, словно захочется отстоять какие-то права, кого-то защитить, возможность себя защитить, либо своих родных, близких. То есть вы будете стоять на защите и будете это делать очень справедливо. Всё равнозначно, всё по справедливости. И подсказка для вас от высших сил на эту неделю. Рыцарь радуги. Смотрите, будьте тверды в своих направлениях, в своих планах, не отвлекайтесь, будьте аккуратны. Если вы действительно сомневаетесь, да, что вам, к примеру, эта поездка не нужна, то, по сути, вот, кстати, здесь аркан такой тоже, да, можете шаг назад сделать, да, то есть чуть-чуть я отдаляюсь, я посмотрю на ситуацию, а потом я уже, как говорится, пойду в обычном нормальном темпе, который у меня вообще есть. Буду жить в своём темпоритме, поэтому здесь вот так вот. Если в чём-то сомневаетесь, лучше назад отойдите, посмотрите, а только потом двигайтесь. Вот такая вот подсказка для вас на ближайшую неделю прогноз. Пишите в комментариях, насколько с вами резонирует, откликается. Буду очень рада. Всё то, что вы мне напишите, девочки, всё читаю. Благодарю вас от души. И теперь переходим к третьему варианту. Приветствую всех тех, кто выбрал третий вариант. И давайте посмотрим, что же вас ожидает в ближайшую неделю по дням. Настраивайтесь, расслабляйтесь, и давайте посмотрим. Итак, что вас ожидает в понедельник, что вас ожидает в вторник, что вас ожидает в среду, что вас ожидает в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Смотрим. Что вас ожидает в понедельник? Всё моё должно быть при мне. Здесь такой человек изображён, да? Вот он схватился за свои пентаклики и их никуда не отпускает. Скорее всего, в понедельник вам, как один из вариантов, необходимо сделать подсчёт своим, как говорится, расходом, доходом, дебет с кредитом свести. быть более рациональным в своих финансах, финансовых тратах. Если же вы понимаете, что, допустим, вам что-то уже не нужно, то не стоит за это держаться, просто отпустите. Просто отпустите. Такая вот подсказка, да? Что вас ожидает во вторник? Башня. Здесь что-то интересное. У вас может произойти, знаете, такой всплеск, может быть, эмоциональный, либо бунтарский, такой внутренний будет накал. Но здесь однозначно что-то должно измениться. Вот во вторник у вас должны произойти изменения. Изменения, на самом деле, они, как правило, несут только положительный аспект. Это мы просто, люди, привыкли. Если что-то в моей жизни происходит, то это из ряда вон плохо для меня потом. Постарайтесь посмотреть на те изменения, которые у вас будут во вторник, более с положительной стороны. Значит, это нужно для меня. И я должна из этого взять что-то, ну вот опять, в положительном ключе, понимаете? Тут отрицательного не должно быть. Что бы с вами ни происходило, просто будьте уверены, что это только к лучшему, но никак не к худшему. Только всё к лучшему. Значит, вам нужно что-то, чтобы у вас разрушилось, для сознания или для очищения вашего пространства. Обязательно это необходимо. Что вас ожидает в среду? В среду. Вы знаете, такое успокоение. Я успокоился. То есть, если во вторник у вас такой взрыв произошёл, да, что-то такое яркое, яркое событие, то, наоборот, в среду вы уже успокаиваетесь. Я со всем согласился. Хорошо, окей, пусть будет так, как будет. Высшие силы знают, как для меня лучше. Что вас ожидает в четверг? У вас как-то из крайности в крайность. Ну, вот, кстати, из крайности в крайность говорю. Понимаете, тут какой процесс? Возможно, во вторнику у вас произойдёт какая-то точка, вот что-то назревало, скорее всего, какой-то длительный период. Вы это не отпускали от себя. И вот словно от этой точки дальше будет зависеть словно всё ваше дальнейшее будущее. Это, ну, по судьбе вам, понимаете? Тут старшие арканы ложатся. Какой-то этап у вас закончится. Этап, возможно, кризиса этап какой-то закончится. Если действительно вы за что-то долго держались, то вы прочувствуете прям очищение пространства. И, вот понимаете, у вас в среду, как я, я смирилась? Или смирился? Хорошо, окей. Если мне надо это отпустить, всё. В четверг, словно вы принимаете решение, всё, я это отпускаю. Всё, я не хочу за это держаться. Мне этого больше не надо. Точка. Точка. В пятницу у вас будет состояние немножко такого, знаете, а что бы мне для себя сейчас выбрать? А чем бы мне сейчас заполнить вот то, что от меня ушло? Может быть, это, может быть, то. Может быть, мне вот этим заинтересоваться. Вы знаете, как словно будете перебирать варианты, чтобы себя порадовать? Для некоторых, конечно, может проиграться вот немножко такое апатичное состояние, но смотрите, если вы отключите своего ребёнка внутреннего, да, не будете включать вот эту капризулечку, то, скорее всего, те шансы, которые даёт Вселенная, вы один из них возьмёте, и вы будете погружаться в это состояние. То есть, понимаете, святое место пустом не бывает. Если башня разрушается, то, естественно, на этом месте нужно уже выстраивать что-то более мощное, более основательное, более крепкое. И вот как раз-таки в пятницу уже у вас будет начало для того, ну, как условно, первый кирпичик, да, когда вы можете уже начать вот эту выкладку. Будьте бдительны, будьте осмотрительны. пространство вам будет, может быть, просто идея даже какая-то придёт, и вам нужно за неё будет зацепиться. Это может быть любая надпись на баннере, я не знаю, на заборе, кто-то какое-то слово скажет. То есть, будьте очень внимательны к пространству в пятницу. И вам будут вот эти подсказки. Что вас ожидает в субботу? В субботу. В субботу. Вы посмотрите вообще на всё происходящее, то, что было с вами в течение этой недели, вообще под другим углом. Вот я не скажу, что вы здесь попадаете вот в это состояние жертвы. вы наоборот как-то себя успокоите, то, что вы увидите под другим углом. Но лучше это сделать. То есть, посмотреть на ситуацию действительно с другого ракурса. Вот это вам подсказка. Вот тут, кстати, вся неделя для третьего варианта, она какая-то буйная, спокойная. Я принимаю решения. Я понимаю, что мне нужно что-то дальше, но словно сомневаюсь, а надо ли мне это. Поверьте, всё то, что идёт, и вы чувствуете, что это ваше, прислушивайтесь, пожалуйста, к своему внутреннему состоянию, тогда это действительно есть вероятность, есть шанс для какого-то развития вашего. Но не уходите в вот это вот состояние. Я ещё подумаю, я поразмышляю. Понимаете, это у вас может затянуться на неопределённый период времени, а время очень дорого. Постарайтесь не зависать. Окей, хорошо, я посмотрю с другого ракурса. Я для себя уже сделала определённые выводы, и я уже могу смело двигаться. То есть, не постарайтесь, конечно же, не зависать. И что вас ожидает в воскресенье? Отличная карта. Девятка Пентаклей. Всё-таки, девочки, вы, как правильно вам сказать, или мальчики, да, всё-таки вы найдёте вот тот ракурс, вы всё хорошо проанализируете, и вы почувствуете, что да, действительно, это было необходимо, вот это произойти, этому разрушению. Действительно, мне это было нужно, потому что в воскресенье вы будете себя чувствовать уже более самодостаточной личностью. вы будете чувствовать себя очень комфортно. Для некоторых даже может проиграться, что вы захотите заняться вопросами, либо касательно своего бизнеса, своего проекта, либо самой, с собой, красотой, да, допустим, да, то есть посетить какие-то бьюти-салоны и так далее. Ну, а для некоторых вообще может открываться дороги для приобретения недвижимости, то есть вы уже можете задумываться о том, чтобы расширять вашу, как говорится, площадь, где вы проживаете. Здесь речь идёт об этом. Хорошо. Подсказка для вас от высших сил. Но вы маг? Маг? Вы можете всё на самом деле, если вы будете свои энергии балансировать, двигаться без перекосов, не пускаться в крайности. Вам просто необходимо взять ответственность за всё то, что вы будете делать на протяжении этой недели. Хорошая карта, кстати, она очень сильная карта. Даже если вам будет казаться, что вы одна, нет, вы не одна. С вами вся Вселенная, и она вам помогает. Видите, здесь летит звезда. Кстати, вы действительно можете заложить на этой неделе для себя что-то очень важное, масштабное и глобальное, и начинать двигаться в этом направлении. У вас это получится. То есть высшие силы вам дают на это возможность. Скорее всего, для этого даже и очищается пространство, чтобы начать что-то действительно стоящее, мощное и глобальное для вас и вообще для вашей жизни в целом. Вот такой получился третий вариант. Пишите, пожалуйста, в комментариях, насколько с вами резонирует, насколько с вами проигрывается. От души благодарю то, что вы со мной. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего самого наилучшего, благополучия и до новых видео. Всего доброго.